Я подготовила. Пойду валяться, отходить. Вообще, по-хорошему, мне надо влог для вас монтировать. Пойду, наверное, я этим и займусь. Что мне делать с бассейном, а? Скажите мне. Потому что без ободка вот он максимум на такую эту наполняется. Чтобы наполнить его сильнее, надо ободок восстановить. А мы с прошлого года не можем все дырки заклеить. Катюшка качается. Я воду иду закрыть. Ну и заодно ты нам привет скажи. Как экзамен прошел? Расскажи. Кать, она делает вид, что она меня не слышит. Катя, чаю хочешь? Правда не слышит. Короче, Катя слушает музыку, а я разговариваю сама с собой. Ладно, закрываем. Вот так вот. Знаете, что я вспомнила? Что мне жизненно необходимо замешать краску. Положим эту проволоку Сашки на мотоцикл. Я не знаю, от него это или не от него. Мотоцикл, как видите, у нас дома сегодня. Саша на работе, а мотоцикл дома. Потому что что-то у него там не высохло, короче. Я уже не помню, что. Но что-то не высохло. Так, мне нужна палочка, которой можно будет замешать краску. Отправляемся. Кто-то громко музыку слушает, что аж я тут балденью. Так. У меня тут полумрак в сарае немножечко. У меня пока уборка застыла на том же этапе. Потому что метелку надо купить. Помните, да? Так. Возьмем, знаете, что? Возьмем шампур вот такой. Замешается же? Я думаю, что замешается. Пойдемте. Еще здесь надо электричество увеличить. Потому что здесь темно. И это тоже ждет оплаты. Я сегодня еще выяснила, что мне надо доплатить фонд класса Катиного. И доплатить за Катин альбом выпускной. Ну, девятый класс выпускной альбом они делают. Вот. Еще одна статья расходов. Надо записать себе на листочек. Я на листочек записываю, чтобы ничего не забыть. Потому что денег ограниченное количество. Закроем домик. Там Света еще не полностью все по местам разложила. Поэтому пока показывать не буду. Боже, что я тут нашла? Мои коты работают отлично. Какая гадость. Надо это выкинуть. Ладно, сначала краску замешаю. И так. Немножечко. Ой, а что она такая коричневая? Она не на сиреневую вообще. Даже близко не похожа. Смотрите. На коричневую какая-то. Неужели у меня сейчас будет коричневая краска? Нет, только не это. А нет. Смотрите. Проступает сиреневый цвет. Чувствую долго. Я буду этим шампуром перемешивать. О, на стеночках видно. Ладно. Вот вам немножечко это. Сатисфайн видео. Как там? Красиво краску перемешивать. Видите, какие узоры. В общем, я сейчас тут замешаю. А потом скажу вам, сколько мне бутыльков понадобилось и что получилось. Вот это, короче, два бутылька краски. Практически полностью перемешанных. Я, честно говоря, уже заколебалась перемешивать. Но она никак не перемешивается. Не перемешивается. Как думаете? Надо еще ярче делать? Или так сойдет? Наверное, так сойдет. Мне кажется, ярче не надо. И не надо. Если будет... Ну-ка. Вот у меня сейчас где-то 1 к 20, да? Получился цвет. Но 1 к 10 мне не надо. Нет, у меня 1 к 20 не получился еще цвет. А, ну правильно. Хотя нет, должен был уже получиться. Ну ладно. Я, наверное, на вот этом цвете остановлюсь. Потому что меня он вполне устраивает. В принципе. Мне кажется, что мне столько краски на весь домик не хватает. Мне, правда, красить только 2 стены надо. Все равно, кажется, мне хватит. Как вам, кстати, цвет? Почему выбрала фиолетовые? Именно фиолетовые. Потому что... Вон, видите, какая у него крыша. Сейчас покажу. Вот такая вот. Не знаю. Мне показалось, что фиолетовый. Само-то. Завтра буду красить. Один краситель я тогда приберу. Пригодится, если мне вдруг не хватит. Кисточку морать не стала. Потому что завтра начну. Вот так примерно получится цвет. Мне кажется, неплохо. Лиске нравится фиолетовая. Она будет рада. О, это у нас что? Это у нас виноград пополз на гибискус. А еще у нас гибискус в какой-то фигне. Это что такое? Его же получили... Это тля, да? Это муравьи мне тли нанесли. Тля, да? Напишите в комментариях, пожалуйста. И чем попрыскать сразу совет? Не есть мой гибискус. Вот что они делают? Зачем они это делают? Сволочи такие. Таскают мне вредителей. Всех поубиваю. В общем, завтра эта стена точно станет красивой. Вот как быть с этим я пока не знаю. Потому что я туда не достану. Но придумаем. О, там крыша откручивается. Гвоздик я вижу. А, Катя балдеет. Танцуй пока, молодой. Катя. Сразу такая чинная, не танцующая. Ладно, пойдемте. У нас уже вечереет. По-моему, седьмой час, что ли. Я все-таки заставила себя сделать несколько дел. Сейчас пойду еще за компьютером поработаю для вас. Влоги помонтирую. И за Лизкой поеду. О, как классно. Отмыла ручку. Теперь приятно снимать, да? Замученная Света едет за Лизаветой. Капец. Ничего не помонтировала. На самом деле оказалось не седьмой час, а уже семь было. Пока тут проблемы всякие порешало, уже все за Лизой ехать надо. Поэтому погнали за Лизаветой. Сейчас мы еще доплатим за ее соревнования июньские. 18-го числа у Лизаветы соревнования. Будет аж шесть категорий у Лизы. Целый день такой, знаете, рабочий. Буду вам оттуда репортаж снимать. Целый день, скорее всего, с ней проточу. Но благо в нашем городе будет. Поэтому проблем не будет. Но будет целый день у нас каратэшный. Это что получается? Это суббота. 18-е число. Главное, чтобы у меня на этот день не было отправок. Хотя можно, наверное, тогда будет с Сашей договориться. Я сегодня какая-то замученная. Прям сильно замученная. Сейчас вернусь. Приму душик. Смою из себя пыль дорог. Может быть, мне полегче станет. Еще везде все натерло от жары. Я не могу. На фоне того, что губа болит, наверное, я себя так чувствую. Отвратительно. А может быть, просто устала. Мишка обратно всю дорогу дрых на подушечке. А домой подъехали, и он проснулся. Все, ролики готов смотреть, развлекаться. Я готов отдохнуть. А я сама, знаете, не прочь лечь и поспать. Мама говорит, а что бы тебе не поспать, типа, дома? Я говорю, ну, блин, чтобы поспать, надо, чтобы Мишей кто-то занимался. Потому что была у нас тут ситуация. С параллельной группой в садик. Папа пришел с работы, старшие дети были заняты, ну, сами там убежали играть. Мама была на работе. А девочка решила, короче, пойти к маме на работу или в садик. В общем, ее полиция около садика и остановила. Так что и такое бывает. И думаю, что у них потом были проблемы. Узнала я про соцконтракт сегодня. Ну, вкратце почитала. Теперь нужно позвонить и узнать, как они считают доход. Если они считают доход так же, как с трех до семьи, то мы на него не пройдем. А если не так же, то, возможно, пройдем. Единственное, я там пока не встретила подходящих для меня условий на развитие бизнеса и прочего я не хочу брать. Хотя, может быть, я почему бы и нет. Короче, надо узнать. Может быть, воспользуемся. Если, конечно, по критериям пройдем. Там не все так просто. По моему письму президенту последнему, который я на ночь глядя написала, пока тишина. Даже ответ не пришел, что письмо зарегистрировано. Они там, наверное, в шоке с меня. С моих просьб думают, как ей не надоело писать. Ладно, посмотрим. Мне даже интересно, как отреагируют и чем закончится это письмо. Но они должны как-то отреагировать. А, скорее всего, так же спустят опять в соцзащиту в пенсионный. А от соцзащиты в пенсионный мне опять скажут, что постановление правительства, типа, мы считаем по нему. Честно, не знаю, буду ли я писать еще раз. Возможно, напишу. Света упорная. Света хочет результат получить, какой-нибудь достижением. Я знаю, многие из вас скажут, типа, нафига? Занимаешься не тем, чем надо. Но я этим занимаюсь в 12 точек, когда сильно приспичило. А в обычное время занимаюсь более полезными делами, типа, монтажа видео, выращивание овощей, тренировки мишиной речи и развитие озона. Кстати, надо будет в ближайшие два дня заняться озоном. Я так и не переделала картинки. Надо их срочно переделать. С 20 июня начнется большая распродажа озоновская, в которой я тоже участвую для продвижения своих товаров. Ну, потому что надо-то участвовать, продвигать товар. И надо покрасить домик. Буду видеоуроки на фоне него снимать разговорные. Это мы с вами тоже завтра сделаем. Ладно, погнали с Лизаветой. Хотите прокатиться со мной? Давайте, Малеха, покажу вам дорогу до Лизаветы в ускоренном режиме. Поехали. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» 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 Лиза, кровать заправь. Я папой разрешила. Что именно? Я не разрешила. Я разрешила кровать заправить. Ты зачем разрешил? Спасибо. Потому что она не хочет кровать заправлять. Она хотела, чтобы переместились все к тебе на кровать. Я сказала, да, только за папой кровать заправьте. А то она пошла у тебя, спрашивайте. У нас очень хитрый ребенок. Что ты ее долбишь? Ты убрал тут головешку? Нет, не знаю. А ты ее долбишь? Короче, у нас скоро будет ужин. На ночь глядя. Это вот кошка рыжая. Ходит и раздражает соседскую собаку. Представляешь? Кто ходит, тоже собак раздражает. Всю ночь лавит. А это некоторым хозяевам надо руки оторвать и в другое место вставить. Они собак отпускают гулять. Может, мы тоже отпустим? Ну, конечно. А потом будем 20 щенков нянчить. Точно. Мне только этого не хватало. Для того, чтобы мы могли их безопасно отпустить, надо было брать кобелей. Ну, или стерилизовать обеих. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ